Техника Приобрести помощника Пересесть С маленького коня с рогами На такого, который с сидушкой Понятия не имею, глаза разбегаются Здесь такой выбор Вот Денис хотел бы узнать Что может, что не может Какие есть и так далее Евгений Витальевич, смотрите Хорошо, что сказали, что у вас уже был мотоблок Потому что В принципе, это тот же мотоблок Только уже поставлен на раму Более такой современный И какие плюсы того, что уже был мотоблок Редукторная система данного устройства Позволяет использовать Навесное Фреза осталась Сняли крышку, повесили старую вашу фрезу Какую крышку сняли? Вот эта крышка Она находится на четырех болтах Под ней находится система редуктора С цепным приводом Старая фреза с мотоблока Снимается, вешается сюда Фиксируется на место этих деталей И вы уже используете мотоблок На счет цепной системы Гидравлика Гидроцилиндром он уже прижимается к земле То есть вы не руками прижимаете Гидроцилиндром его прижимаете Убираете на фрезе нужную глубину для вас И работаете Так сразу У него плавающий режим есть? Или только плавающий режим Может в принципе Включена гидравлика Интересно А вот это я так смотрю Похоже на стандартное Прицепное как у мотоблока Совершенно верно В чем плюсы Буги Прицепы Полуприцепы для мотоблока Фиксируются здесь На палец Все навесное Которое вы использовали для мотоблока В повседневной жизни Можете здесь использовать Безо всяких переделок Безо всяких переделок Абсолютно Палец стандартного типа Под прицеп сюда подходит А мощность его какая? Эта машина имеет 12 лошадиных сил Двигатель R 195 Он очень известен Потому что Это один из самых популярных И что мне говорит R 195 Ну 12 сильный дизель Одноцилиндровый А дизель все таки? Да Мы сейчас акцентируем внимание Только на дизелях Плюс этого дизеля То что он уже идет С водяным охлаждением Вот так вот даже В отличии от стандартных Старых мотоблоков Воздушного охлаждения Здесь устроена система вентиляции Сразу в блок То есть помимо топлива Сразу заливаете охлаждающую жидкость Вот Стартер В принципе Так секундочку Вхлаждающую жидкость Я не вижу Расширитель Где тут что Вообще Вот Сверху Сверху Отдельно Расширительного бачка Нет Слишком сложно Система Здесь сделана все просто Так Понятно Если я до водички Залью зимний период Где то сливать ее можно Да конечно Где Стандартная система Кран находится у нас Ага Вот здесь находится кран В нижней точке Вы его открыли И с блока вода вся сходит Все Прекрасно Так Здесь я понимаю еще Для клевого стартера Да да Можно запускать Здесь у нас находится Отсек для масла То есть кстати Большое преимущество этого трактора Что вы можете использовать Отечественное масло Отечественное какое Дизельное Да Дизельное масло То есть каких-либо Особых требований Да Нет Нет Очень неприхотлив в работе То есть Фильтрующие элементы Вы можете купить В любом магазине То есть Для топлива Топливный Фильтрующий элемент То есть Стакан здесь взаимозаменяем Можно стакан поставить Любой Даже там жигулей классики Да вы что Вот это хорошо Так Еще Здесь А воздушная заслонка Это дроссель Для регулировки Подачи топлива При старте Машин Для прогрева Используется Так Вернемся к навеске Вы говорили там Гидравлика поднимают А там где Куда заливается Какой-то насос стоит Смотрите Здесь Отдельный бак стоит А вот это бачок Да Отдельный бачок стоит Для гидравлика И стоит Насос Насос Что за насос Какой-то специальный Или опять же Вот он у меня полетит Дальше Смотрите Насос Ну да Достаточно специфический Насос китайского производства Пока Пока мы что-то аналогов не ставили Но Как говорят люди Которые уже пользуются С Т-16 Ставили насос Ага То есть сюда ставится Здесь в принципе стандартное крепление Вот я меня кратко Интересует И ваупривод какой-то То есть он стандартный какой-то Или их не китайский Их не китайский Их не китайский И это гидравлика Чем он хорош этот насос То есть вы можете в течение пяти минут Пересадить шланги И подсоединить к нему Переднюю навеску гидравлическую Необходимость Да То есть какая необходимость Машина может использоваться В зимних условиях Например для уборки снега Агрегатируется отвалом Ну передним навесным отвалом Который также работает Этого насоса Поднимаете Опускаете Вот в чем большой плюс От самодельных тракторов Которые сейчас очень популярны На базе такого же двигателя Там 8-12 сильного дизеля То что здесь уже усилили Привод коробки Переключение передач И встроена блокировка дифференциала А вот так Да Пониженная и повышенная Уже переключается Отдельной рукояткой Передача Вот Блокировка дифференциала То есть ее не надо держать Как на старых моделях Просто щелкнули Переключили Все она у вас работает И переключение передач Уже отдельный рычаг Усиленный Усиленный Единственный пока Нюанс За которым надо всегда следить В этом тракторе Это Натяжители ремней То есть при работе Создаются вибрации И эти натяжители Их два Расположены Необходимо подтягивать Каждый Ага Вот это Видите Это Тривод от двигателя На мост Идет сюда На коробку Ремнями Ременная передача Идет ременная передача Угу А котел там много ремней Я не понял Смотрите Здесь Штифь Проксекционно используется Вот Два Ремня Триста пятьдесят Длиной Ну три метра Сантиметр Сантиметр В продаже Вы этот ремень Можете где угодно найти Даже Если вы нашли ремень Длиннее или короче Крепление На раму Двигателя Вы можете регулировать Запас большой Да То есть если вы нашли ремень 3300 Вы можете его сдвинуть вперед Если нашли 300 Там просто трехметровый ремень Можете сдвинуть То есть ремень Вы можете в любом магазине Купить технику Это хорошо Проблем с ними нет При соблюдении Натяжения роликов Такие ремни Стандартные Ну где-то 100-150 мм Удерживают То есть замена Это раз в два года Ещё можно показать Вот Вот эту штуку Раздвижную На камеру Да Покажите Площадка под двигателем На раме Вы можете её И управлять То есть отпускаете Здесь Четыре болта И натяжителем Натягиваете Ближе дальше Ну теперь давайте Калитрооборудование Я понимаю Стартер Стартер Самый простейший То есть в принципе Если человек хотя бы один раз читал Моделист Конструктор Журнал Может его сам перебрать Вот Такой стартер В принципе используется На всех мотоблоках Это Нева Заря Которые идут сейчас новости Со стартером То есть найти его Даже в Сибири Будет очень просто На мой взгляд Внешне Взял обедю Сибиряков Да А ещё Стартер от Невы Ну может быть крепление Главное Вот это крепление Какое-то стандартное Или у них своё Нет Тут стандартное крепление То есть Любого мотоблока Стартер Любого мотоблока Который ждёт С запуском Вы можете сюда поставить Это точно Хорошо Да Удобно Просто Значит Трактор Полностью приспособлен Для передвижения По дорогам Общего доступа То есть Есть фары Есть поворотники Есть сигнал То есть На трактор Выписывается даже паспорт Самоходная машина То есть Вы можете его Зарегистрировать И ездить Даже По городу Получить номер И ездить по городу Так Всё-таки Я для себя отражаю Да То есть Вот этот Мотоблок на четырёх колёсах Так я его назову Да Вот он работает с навесным оборудованием Которое в принципе Предназначено для мотоблоков Совершенно верно Если вдруг Я надумываю сюда повесить Какую-то навеску Там не знаю Косилку сегментную Да Для тракторов Которые Здесь там же другая Какая-то навеска Да Навеска другая Данная машина Агрегатируется Роторной косилкой То есть Для данной машины Создан дополнительное оборудование Которое Вы можете использовать Последняя жизнь Косилка Это оснащается Ремнём То есть Она работает От третьего ручейка Шкифа Спереди навесная С гидравлическим подъёмом То есть Гидроцилиндр Всё как положено Она где-то у нас есть Здесь Мы потом Потом её покажем Да То есть Она агрегатируется Под крепление Для гидроцилиндра Под неё идёт То есть Сюда Сстаётся гидроцилиндр И Как вы едете Рычагом Поднимаете Опускаете Два барабана По два ножа Захват Один метр То есть По передним колёсам Вы скашиваете Всё На стандартных Салазках Она сделана Высоту Вы регулируете Насколько дороже Мотоблока Я не в рублях Примерно В два раза В пять В десять Нет Если брать Стандартный Дизельный Мотоблок То Где-то В полтора раза Всего лишь В полтора раза Плюс К этой технике Есть всё навесной Кроме фронтального погрузчика Как для большого трактора Но всё равно Оно своё Оно своё То есть То навесной Которое идёт сюда Оно не пойдёт На какие-то другие трактора Колхозные Наши Да Под мотоблок Оно пойдёт И под этот трактор Под колхозные трактора Ну слабовато будет